У нас уже запустился. Мы в гостях Ольги Матвей, кулинарного блогера, с которыми нас связывает, пусть недолгая, но уже крепкая дружба. Мы опять снимаем обложку и готовим салаты. К Оле приехала ее мама Тамара. Да, это моя мамочка, с на фломте. Всем привет. Да, всем привет всем моим подписчикам. Извините, у меня с голосом чуть-чуть сегодня проблем. Мы будем тебя страховать. Да, в общем, была на футболе. Как-то это видно. И мы еще задержались немножко. Да, простите, что мы задержались. Ну вот, иногда не все зависит от нас, так что сори. Но мы уже начинаем. Сегодня мы снимаем обложку на июльский номер, я так понимаю. На августовский. На августовский. Да, журнал «Люблю готовить». Да, журнал «Люблю готовить», девочки, уже не первый раз у нас. Сейчас мы, я так понимаю, будем фотографировать разные блюда. Посмотрите, что у нас здесь есть. Что у нас есть? Вот такой вот ассорти, помидорчики, огурчики, перчик. Вот этого рецепта еще нет у меня на канале. Это закусочка, наверное. Да, он будет, но к концу лета я выложу его. Потому что это уже прошлогодние. Здесь у меня баклажаны, салат из баклажанов. Очень вкусная закуска на самом деле, очень. У меня дома все любят синенькие, поэтому это все разметается. И это мамы на закусках, мама с тобой привезла. Это перец лечи, да, мама? Да. Да, это лечи из разных сортов перца. В общем, мама позже расскажет, мы все это попробуем. А пока это все будет фоткаться, я тут немного приготовила всякого разного, чего мы будем делать и готовить. Давай перец ты готовишь. Да? Мам, давай начнем с тебя. Ты приготовила нам салат. Да. Амара, что помогать? Что помогать? Погромки говорите. Погромки, готовить салат. Из салата. Из салата, да. Листья салата, да. Листья салата, орешки. Давай. Танюша сантиметром. Хорошо. Так, Танюша нарезает вот сюда. Хорошо. То есть у нас консервация и весенний салат. И весенний салат. Я не забыла, как называется этот салат. Это маш-салат. Маш-салат. Называется маш-салат. Его резать вообще не надо. Абсолютно не надо. Я его помыла, вот так наставляем. Чистенький, аккуратненький. И отправляем его в салатницу. Здесь у нас черри и огурчики. Ты сказала, приготовь. Нам понадобится два огурчика. Так. И веточка большая черри. Так, ну давай, я буду... Вы не думайте, у нас тут много. Поэтому для салата. Хорошо. Так, хорошо. Я тогда режу помидоры. Да. Помидоры можно брать любые, даже большие. Самое важное, чтобы они были вкусные. Бег не трат. Да, ну смотрите, сейчас получается весна, и таких больших, красивых, вкусных помидоров нет. А черри? Поэтому мы купили с мамой черри. Они самые вкусные. Вот так, ну вот, они дороже, чем обычные помидоры. Дороже? Да, но они вкусные. Но это же вкусные. Да, но они очень-очень вкусные. Оля, говори как есть, они дорогие. Конечно, они. Беглю со. Ну я тебе, Таричка, скажу, что сейчас даже обычные помидоры дорогие. Оля, не поверишь. Сливаю всем телезрителям явки и пароли. Давай. За центром лавина, в чистом поле, стоит ларёк. В этом ларёке помидоры стоят 10 гривен. А что же это за помидоры? Хорошие. Я покупала уже три раза. А как ты покупала, в сентябре или сейчас? Да, в сентябре, в 2003 году. Нет, серьезно, сейчас. Но только помидоры, почему-то все остальное, перец, огурцы, все по такой же цене, как и в супермаркете. Так, черри я режу напополам? Напополам, да. Да, правильно? Уинный вопрос. Спасибо, Дмитрий. У нас есть вопрос от наших зрителей, что готовите? Мама готовит салат из моцареллы. И вот мы все ей дружно в этом помогаем. Мама дорезает огурцы, я дорезаю помидоры. Можно брать моцареллу. Так, я вот тут закрывала моцареллу. Да, мы ее взяли маленькую. Вот такую маленькую. Мини. Да, мини. Можно брать и большую, это будет дешевле. Но этот взяли для красоты. Это для красоты. Маленькие помидорчики напополам. Напополам. Хорошо. Нас спрашивают, что за праздник. Давайте расскажем, кто мы такие, что мы здесь делаем. Мы встретились. Журнал «Люблю готовить». В лице меня Людочки и Инны. Приехал в гости Коля Матвеев. Которая умеет готовить. Она нас тоже научит. Да, и в гостях у меня сегодня мама. И она нам привет приготовила вкусный салат с моцареллой. Вот мы все дружно помогаем ей его готовить. И у мамы есть тоже кулинарный канал. Как называется, Тамара, ваш канал? Домашние советы. Домашние советы. Но там не только... Нет, там не только готовы. Вот расскажи, мама, что у тебя на канале? На канале есть все то, что нужно хозяйке. Советы по уборке дома. Советы по уходу за одеждой. Это очень интересно, полезно. Да, обувью. В общем, все то, что нуждается женщина. Ссылка будет на мамын канал под видео. Обязательно переходите, посмотрите. Там очень много советов по дому. Всяких разных таких лайфхаков. Ну, всякого интересного. Кулечка, подай мне немножко зелень. Кулечка, вдохновила канал запустить? Да. Да. А что вы так скромно? Ну, на самом деле, мама много чего умеет. И почему бы не поделиться? Да, иногда вот люди спрашивают, а как то, а как то. А вот как раз у мамы на канале есть всякие разные секретики. Посмотрите, как классно выглядит салат. Очень так ярко. Так, я дорезаю. И ароматы тут очень... А что у нас в духовочке стоит? Ой, в духовке сюрприз. Сюрприз? Вау. Ну, он уже пахнет. Конечно, выучиваем. Да, вакамином. Да. То, что в духовке... А давайте угадывать. Я за рыбу. Нет. Нет, мяско. Нет. 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 Овощи. И ни рыба, и ни мясо. Да, там овощи. Овощи. Таня будет рада. Ес. Вообще, сегодня день Тани. День Тани. Я просто венетарианка, поэтому сегодня Оля угождает больше всего мне. Так что сегодня действительно у нас будет белок, но только не в виде мяса и рыбы. Ну вот я решила сделать такую закуску, сейчас после салата мы будем делать. Посмотрите, как красиво получилось, да? Мама, сколько добавить вот этого, Маша, салата? Я думаю, что больше половины можно. Больше половины, да? Вот так. Да. Так, ну вот тут вилочки. Ну да, давай. Да, мешай. Теперь заправочка, самое главное. Да. Когда выйдет журнал, спрашивают. В июле месяц он выйдет. В июле? В июле, да. Но это только по Украине, да? Да, и мы украинский номер снимаем. И в интернете можно посмотреть. В интернете можно посмотреть, да? Все, что получится. Ну да, я думаю, что тут там будут закатки, купорка, заготовки на зиму. Да. Вообще у меня на канале много разных заготовок, купорок, и сладких, и несладких, и закусок. И, ну, наверное, вот я больше всего люблю синенькие баклажаны. У меня здесь сегодня представлен такой салат из баклажан, который хранится, ну, просто на полочке дома. А еще я буду снимать в этом году тоже салат из баклажанов, но он похож на аджику, которая свежая, которая вот ничем не обрабатывается. Которая без термической обработки, да? Да, без термической обработки. У нас все дома любят баклажаны, это очень вкусно. И много всяких разных помидорчиков, огурчиков, томатные стойки, ну, в общем, тут такое разнообразие. Поэтому, кто не видел, посмотрите, какая красота. Вот такое сардин можно сделать, да. Да, но мы будем пробовать, но позже, когда все... А я хочу вот этот перчик, он горький? Он острый, он очень-очень острый. Ну, я попробую. Хорошо, что ты спросила. Да, но такие закуски можно делать не обязательно острые, то есть не добавляйте острого перца, и оно не будет острое. Тут уже на любви, я тебя. Кто как любит, да. Да, кто как любит. Мам, как ты заправляешь, расскажи. Заправляю. Соль добавляю по вкусу. Это морская? Да, это морская соль. Очень красиво, Даша, выглядит. Таким вот так, немножко мы ее посолим, а потом лучше добавим соль немножко. О, держи. Чайную, так, это у нас... Оливковое масло? Да, в этот салат только, ну, можно любым маслом, но лучше всего оливковое, потому что Маш салат сочетается лучше всего, да, моцарелла с оливковым маслом. Так, заправляем. Все по вкусу, да? Да, все по вкусу, кому-то нравится больше, кому-то меньше, я не люблю очень много. И чайная ложечка бальзамического уксуса. Кстати, пахнет похоже на гранатовый соус. Ну, а на самом деле это бальзамический уксус. А ну, а ну, а ну? Очень приятно. Просто в кадре. Понюхайте в кадре. Но на самом деле такая вещь должна быть дома. Обязательно купите себе бутылочку в магазине бальзамического уксуса. Его всегда надо чуть-чуть. Его хватает на очень долго. И он... Да, вот он... Вот, Олечка, а у меня, кстати, вопрос. Ну, он не дешевый продукт бальзамический уксус. А если, допустим, вот нет его дома, не в чем-то можно? Можно соевым соусом. Оно меняет вкус блюда, но очень вкусно. Ну, подходит, да, к этому отходят. Или яблочный уксус, или винный уксус. Или лимонный уксус. Но, ну, я вам так скажу. Да, будет другой вкус. Поэтому я бы советовала либо бальзамический уксус, либо соевый соус. Потому что с уксусом, любым, яблочным, какой еще? Вильный, да. Он немножко другой оттенок дает. Вот, ну, я бы советовала либо соевый соус. Он по-другому раскроет салат, но лучше так. Спрашивает, как называется канал мамы? Скажешь, что мы ссылочки, наверное, оставим, да? Канал мамы называется... Домашние советы. Ссылка будет под видео. Так, мы все это сделали? Да. Если кому-то будет не хватать соли, добавляйте по вкусу. А если кому-то будет не хватать салата? Ну, мы попробуем. Да сделаем еще. Мы попробуем, правда? Я достаю Танюшки. Танюшки, мама. Так, мамочка, мама, кладем всем по чуть-чуть салатик. Мы попробуем. Просто чуть-чуть попробуем. Нет, я сейчас не... Поставьте нам лайки, пожалуйста. Классы. За этот шедевр. Сколько за это заняло времени? Пять минут? Да, мы очень быстро это все сделали. Салатик очень-очень вкусный. Очень вкусный. И красивый. И вот что мне нравится, я люблю этот салат делать летом. Разновидность помидоров очень много, да, мам? И очень классно, когда здесь есть... Держите, это вам. Спасибо. Когда здесь есть и желтые, и красные помидоры. Вот посмотрите, здесь у нас только красные, да, в этот раз? И то уже появилось. Вот. А когда здесь есть желтые помидоры, вы представляете, как красиво. Это очень красиво. Это еще и вкусно. Так, а ну-ка пробуйте, господа. Кому еще? Не-не-не, ты пробуй. Шукарда. Я другую закусу. Вкусный салатик, да? Вкусно, понравился? Очень, да. Это очень легкий салат. Моцарелла вот это все дополняет. И вот, ну вот мне нравится, как делает его мама. Ничего лишнего, только оливковое масло, только соль и немного бальзамического уксуса. Вот именно бальзамический уксус это суть. Да, оно вот какой-то шифон такой, да, делает на этом салате. Ну, в общем, мам, у тебя идеальный рецепт, я считаю. Ничего больше сюда не надо. Три, три шифона. И мы делимся их бесплатно. Да. Шукарный рецепт. А это вот Александр, он снимает фотографии на обложку журнала. Пока мы едим. Да, пока мы едим. Очень вкусно. Снежная дочь. Да. Немножку. Подождите, а мы там были положить ботинь. Да нет, мне не удобно. Нет, мы готовы взяли в другую закуску. Оля, я сегодня выкачусь отсюда, как ты. Да? Да. Только что присоединились, что готовите. Так, сегодня мы снимаем обложку на июльский, на августовский журнал. Любовь, который будет в июле. Да, с закатками, с купорками, в общем, с заготовками на зиму. И, так сказать, готовим несколько закусок, а несколько весенних салатов, потому что весна сейчас. И мы голубые. Да, значит, мамочка у меня сегодня в гостях, она приготовила салат с моцареллой, с двумя видами салата, здесь очень вкусно, марш салат, обычный салат, вкусная заправка, мы уже все попробовали. Не все. Не все. Но мы оставили. Да, мы оставили операторов. Мы вот отставили мою работу для вас. Так, хорошо. Теперь. Что готовим дальше? Что готовим дальше? Значит, мама, вот тебе давай. Так, ты можешь полотенечками счистить, чтобы у тебя было чистенько? Я решила приготовить сегодня закуску из брынзы. Брынза это фактически, ну, белок. Ну, там очень много белка. Углеводов там нет, там только белки и жиры. Поэтому сегодня у нас не будет ни рыбы, ни мяса, а сегодня у нас будет в качестве белка брынза. Не все любят брынзу, я вам скажу почему. Просто неправильно ее подаете. Она очень вкусная. Ее нужно подавать в определенной заправке, тогда она будет вкусной. Значит, как это сделать? Я вот купила брынзу. Посмотрите, просто кусочек брынзы. Видите? Так, теперь я начну, я буду делать брынзу, хорошо? Да. Я буду резать. Мама, а ты порежь помидорчик. Тоже вот так на пополамках мы резали на твой салат. И помидорчики сюда. Хорошо? Хорошо. Спрашивают, когда будет салат и где будет салат, который мы делали в первую очередь. Это на маманном канале будет? Да, на маманном канале будет. Оля, не подпишись на канал мамы, ссылочка будет под видео. И там будет этот рецепт. А название скажите канала мамы? Домашние советы. Очень странно, мама, я думала, это название уже занято. Нет? На ютьюбе? Да нет. Это я, наверное, и издала. Вы успели? Нет, я думала, просто там вот такое, классическое. Нет, я не встречала. А у нас есть журнал в нашем издательстве «Домашний доктор». А, да, есть домашний доктор. А у вас домашние советы. Давайте сделаем. Привет, из Мексики. Из Мексики? Да. Какая у вас погода в Мексике? Нам интересно. И что вы едите? Что вы готовите? Что мне делать? Это вареж базилик. Хорошо. Значит, нам нужно такие три больших составляющие, не считая специй. Это помидорчики, причем любые помидоры, совершенно. Но сегодня у нас череп. Брынза и базилик, желательно свежий базилик. Фиолетовый или зеленый? Ну, мне нравится с фиолетовым. Да, я вот почему-то зеленый базилик не всегда очень люблю. Ну, хорошо, давай сюда. Это похоже на табрызды? Похоже, но не то. Да, не то. Дай я покажу, как там снимают, фотку делают. Вот я сейчас вам покажу, чем занимается Александр, пока мы кушаем. Ой, а как пробраться к Александру, чтобы ему не мешать? Вот так вот. И он снимает на обложку журнала. Это не на обложку, это серединку. Вот, серединку будет, да? Серединку, да. Да, да, да. Это будет у нас, там этот салатик, да? Рецепт, да, будет авторский. Это серединка, где будут рецепты. Серьезное оборудование. Давайте без баночки. Ты вернулась к нам? Или ты не уходила? Вернулась. Возвращаемся теперь обратно к нашим девушкам. Так, еще буквально 9 минут. Да-да. Так, ну что? Так, Ключка, что делать еще? Все. Сейчас смотрите, как я режу брынзу. Брынза нарезается крупно в этот салат, так как так, крупно. Видите? Видим? Вот таким образом. Да, бумажка нужна. Да. Бумажка. Я могу дать плотные салфетки. Рукавичку возьму. А, рукавичку, ну ладно. Так, хорошо. Чего сделать, Саша? Так, вот так крупно. Можно использовать фету, кстати, в этом рецепте. Но, мне кажется, с брынзой лучше. И брынза дешевле. И брынза дешевле. Брынза гораздо дешевле. Так, раскладываем вот так. Ну, просто так, как это закуска. Вот так раскладываем. Не принужденно. Не принужденно, да. Так, теперь, что делаем? Теперь мы будем делать не просто заправку, а заправку будем делать с помидорами. Да, здесь обязательно помидоры. Значит, что вам сюда, в помидоры? Обязательно оливковое масло. Можно любым растительным заменить. Причем побольше, не жалеем. Вот так. Поливаем. Потому что, чем больше заправки, тем вкуснее. Потом сам сыр, да. Чтобы оно не было сухо. Видите, такая экономная поливаечка у меня. Поливать будем долго? Поливать буду долго. Да, такое чувство, что пол-литра вылило. На самом деле, там чуть-чуть. Ну, а на самом деле, чуть-чуть. Потому что, ну, специально, знаете, как взбрызнуть. Оно очень удобно. Тогда перерасход до большого масла. Так, хорошо. Обязательно нужно, что посолить. Только чуть-чуть. И специи. Значит, здесь у меня итальянские травы. Смесь такая называется итальянские травы. Как же пахнет вкусно здесь. Как ароматно. Скажи. Ой, 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 как пахнет, да. Так, и здесь у меня смесь перцев. Ну, можно взять обычный молотый черный перец, предположим. Да. Перца немного, чуть-чуть. И паприка. Паприка тоже. Обязательно паприка. Вот так. Так, сейчас я помою руки. Я уже готова ездить, это без брызу. Да? Спрашивай, кто у нас будет, мальчик или девочка? Мы не знаем. Это сюрпризы для нас. Будет сюрприз. Кто у вас? Так, хорошо. Хотя у них кто-нибудь. Значит, все это дело мы мешаем. И теперь тоже у нас сегодня такой, знаете, король для заправок, бальзамический мусус. Не переборщитесь с ним, тоже немножко. Вот смотрите, я на ложечку. Да, я всегда выливаю на ложечку. Он такой красненький. Да, он такой черный, темный. Так, хорошо. Вот так. Хорошо бы, если помидорчики постоят вот в этом всем хотя бы 5 минут. Они тогда берут в себя вот все, так сказать, ароматы. Но тут еще дело вкуса. Кто-то может подсолить чуть больше, наверное, чуть-чуть больше добавлю. Вот так. Так, хорошо. Теперь базилик. Давай, в последнюю очередь закладываем базилик. Последний штрих. Да, почему? Потому что помидоры на себя сейчас сразу потянут все специи. А базилик, он, ну, как бы, он такой, знаете, самостоятельная трава такая. Очень яркий вкус. Теперь все это дело поливаем прямо на закуску. Как красиво. Красота, да. Оля. Вот попробуйте брынзу вот так. Я уверена, все, кто не любили брынзу, это потому, что вы просто вот так вот не пробовали. И я вам еще так скажу, тут такие вкусные помидоры. А брынза должна поставить, чтобы она пропиталась? Да, желательно. Сколько минут? Ну, хотя бы минут 15, чтобы просто чуть-чуть она постояла. Но оно так вкусно. Так, вот я уже заканчиваю. В общем, вот так красиво. Кто любит, да, можете добавлять зеленый базилик. Ну, я почему-то люблю вот этот. А чем отличается? Он более ароматный? По вкусу они разные. Вот этот, да, и вот этот ароматный. Как по мне, вот это базилик. Вот это вот именно, ну, запах базилика. Настоящий. Да. В общем, эту закуску надо прятать до прихода гостей, потому что домашнее. И зелень, да, такая-то. Ну, я думаю, что мы просто сделаем. На украшение. Да. В общем, вот такая закуска у нас сегодня будет. Но у меня там готов сюрприз, поэтому мы будем закуску пробовать прям с сюрпризом. Мы поняли намек. Поставьте, пожалуйста, лайк нашей закуски. Вот такой. Да? Так старались для вас, девушки. Так долго, целые минуты. Поставили. Спасибо. Так, хорошо. Давайте я вот это уберу и будем пробовать. Давайте, можно сначала салатировать или не надо? Да, салатик можно салатировать, да? Да. Потом, когда попробуем, у него ничего не будет. Нет, раньше времени. А, так давайте мы расфоткаемся потом вот с этим всем, да? Давайте, да. Так, и еще? И еще? Можешь выложить, Танюша, сюда салат? Я сейчас покажу. Нас спрашивают, зачем вас так много? Давайте и расскажем заново присоединившимся, что мы здесь делаем и кто мы такие. Танюша, начинай. Начинай. Мы тут все собрались, потому что мы любим готовить и дружим. Мы, редакция, люблю готовить. Спасибо, Инна, я помню. Нет. Мой редакция, люблю готовить. Оля любит готовить и готовит на видео. И еще в гости к Оле приехала ее мама. Да, в гости к мне приехала мама. Каналу мамы домашние советы. Ссылочка будет под видео. Да, ссылочка будет под видео. Там много простых, таких быстрых рецептов для домохозяек. И всякие разные рецепты. Да, разные домашние советы для хозяек. Да, поэтому вы подписывайтесь на канал мамы, подписывайтесь на наш канал. И вот люблю готовить. У нас уже не первый раз в гостях. Мы постоянно что-то готовим. А потом едим. Это очень вкусно. Так, ну что, я показываю, что у меня в духовке. Давай. Достаю. А, ну приготовилась у нас, Шурочка? Да. Оно мне тут уже пищало несколько раз, что мол, я готова. Ну мы бы это же блюдо выкладывали. Настал момент сюрприза. Да, это блюдо есть у меня на канале. Каналу истинный. Красивое. Ну, да. Такие конфетки. Мамыш, так все мы тоже в духовке. Куда в голову? Куда в голову? Да, дожди. Давай, давай. Так. Опа. Сейчас все конфетки там взлом. Смотрите, какая красота. Картошка. А что ты, что ты всем рассказал? Нет, спрашивают. Да, это картошка. Я недавно выкладывала это на своем канале. Я знаю, с овощей. Нет, да. Но это очень вкусно на самом деле. Очень просто, недорого, да? Так, ну что, вы смотрите? Смотрим более другую сторону. Ой, какая красивая она. Это молодая? Как аппетитно. Нет. Это картофель с розмарином. Я сейчас на кухню. Подвожу, подвожу, подвожу. Да. С морковкой. Этот рецепт есть у меня на канале. Я сейчас для фотографии, да, несколько штук. Более того, до 30 есть. Люблю готовить на одноклассниках у меня. Да? Да. Так, посмотрите, как запах такой. Да, вот разварительчик. Вау, 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 вау. Ну что, может мне переложить просто на белую тарелочку? Может, да, можно так сделать. Или так рассказать? Не надо. Лучше, конечно, так, мне кажется. И полить солнышко. И каждому так порционно надо. Значит, смотрите, как я делаю. Вот эту вот картошечку можно сделать все в одной фольге. И все картошки. Тогда подавать на стол большим блюдом. Это я сделала порционно. И здесь есть вот такой вот чесночная заправка. Потому что, вот всегда у меня мама говорила, чеснок самый вкусный, когда он необработанный. Хотя я добавляла чеснок сюда, в картофель. Но лучше, когда полить свежим. И тем более оно постояло с маслом, оно напиталось. Этот запах. Да, оно очень вкусно. Вместо обычного укропа можно добавить зеленый лук. А теперь смотрите, как оно выглядит. А какие ароматы. Ну, запах я вообще молчу, как тут пахнет. Так. Ну, в общем, это вот так вот выглядит. Мне вот это все на фольге оставлять, фоткать будем? Или на белую тарелку? Давайте на тарелку. На тарелку лучше, да? Ольга, Таймин, а выключим. Сейчас я вообще это все выкладываю для фотографии. А мы фотографировать будем отдельно или на стол для фото? Для начала отдельно. В принципе, отдельно можно не фотографировать. Можно сразу выложить на тарелку и на стол. Да, хорошо. Так. Сейчас я тогда сделаю вот так. А у мамы тоже картошка вышла недавно, да, на канале? Ой, мама, расскажи. Расскажи, расскажи. Я приготовила вот похожую очень смесь, но только без зеленого лука. Я положила тимьян туда, орегано и чесночок, и растительное масло. Все перемешала, все перемешала, все перемешала, все перемешала, и картофель разложила на противне и в духовочку. Это запах великолепный, а вкус еще лучше. Она получается, как вы делаете. Как картошка по-селянски. Да, очень похоже. Вкусно, вкусно, да? Очень вкусно. Так, что у нас получается тут? Так, здесь я готовила с розмарином. Ольга, а ну полей еще. Сейчас еще не закончила, сейчас довыкладываю картофель. Какая красота. Кто не любит розмарин, ну вот допустим, у меня муж не очень с розмарином. Кто это не любит розмарин? Ну вот Дима, например, у меня не всегда любит розмарин. Поэтому можно не добавлять просто тем, кто не любит. Так, сейчас. Как можно не любить розмарин? Вот спросите у моего Димы. Просто, просто. Мы с ним не сошлись. Сознайся, как же с тобой случилось. Мы не сошлись с характерами с розмарином. Дочка, вели мало. Так, и вот эту еще, да? Да, бери. А расскажите нам, какое своё первое самое, Олечка, блюдо приготовила? Я тогда не рассказывала. Нет, в каком возрасте это было? Это были блины. Блины, блины. Да, блины. Олечка всегда лучше всех делала блины. Даже у меня так не получалось. Сколько ей тогда было, когда она свои первые блинчики приготовила? Это 11. Это 11. Ну так уже, но с опыта. Приблизительно, я даже не помню. Вот где-то так, это бабушка у нас вкусная. А скажи маме за бабушку. Бабушка вообще, ну то есть моя мама очень вкусно готовила. Все, что она не приготовит, это было настолько вкусно. Это непередаваемо. И Олечка у бабушки научилась готовить блины. Так, смотрите. Так это был бабушкин рецепт, я так понимаю. Ну конечно, да. Но у Оли много бабушкиных рецептов. Да, я очень много на канале снимаю бабушкиных рецептов. Бабушка была такой именно. Да, бабушка брала Олю, садила её рядышком, говорит, смотри. Делаешь, ну смотри, если не будет. А вы знаете, а мама, расскажите, когда мы говорим бабушкин рецепт, говорят, это разве заманутие? Да, мы садили рецепт. А ну, а мама, скажите вы правду, когда Оля готовит бабушкин рецепт, это правда бабушкин рецепт? Конечно, правда. Моя мама всегда брала Олю. Олечка-то была маленькая, даже вот совсем маленькая. Мне 4 года, 5. Садила рядышком, она говорила, Оля, смотри, как я делаю. Я это когда-то, между прочим, подоснования не знала, да. Вот, и я вам, знаете, что даже скажу? Я вот многие вещи, я не знаю, почему я, откуда я знаю, что именно так надо. Потому что, когда ты постоянно это видишь, да. И я вот поэтому делаю вот так. Так, посмотрите, какое блюдо. Красивое. Это очень пахнет, это очень вкусно. Рецепт этот уже вышел у меня на канале. А сегодня или вчера вышла у тебя картошка на канале? Вчера. Вчера, вчера. Вчера. Поэтому посмотрите мамину картошку по-селянски, она вышла вчера у нее на канале. А это вышло или в понедельник, или в общем... В понедельник. В общем, два варианта картофеля. Можно приготовить и сказать, как... Да, какой больше понравился, отпишитесь на канал, вас будем рады. Так, картофель готов для фото. Нет, он просто будет на столе оставить. Есте. У нас тоже все готово. Можно все выставлять? Да. Можно все оставить? Так, вы, так понимаю, переоделись. Дима не переоделся, да? Или вы еще будете? А Дима не будет на фото. Мама будет. Мама соли. У нас две женщины. Шикарно. Давай, дочек. Дима, все такое? Тебе оставили бы сладкого в изобложке? Так, ставь. Прикольно. А я вам пока скажу, у нас тут происходит съемка на обложку журнала «Люблю готовить». И мы снимаем это все, показываем вам наше закулисье журнала. Как происходит съемка на главную обложку главного журнала «Люблю готовить». Я тоже хочу. Спрашиваю, как называется «Мамин канал», «Домашние советы», ссылочка будет под видео. Так, у меня салфеточки. Так. Видите, у нас тут такое движение. Это, конечно, и здесь лишний. Салфетки вот эти вот, да? Фотограф у нас самый главный здесь. Да, салфетки, салфетки. Нет доступа к телу нету. Слушай, про тебя забыли совершенно. Ну, ничего. И у нас тут есть еще такой друг. Привет. Привет. Ой, прямо смотрит в кадр. Не трогай ее так. Я не буду. Ты же помнишь, чем это занимается. Он просто будет все время трогать нас. Так, мне задвигать шторы? Для фото, да? И, Люша, скажи что-нибудь в кадре. Есть там? Ну, что, очень ярко. Это наш главный дегустатор. После меня, после меня. Запачкать вам скатерть. Ничего. Ой, какой зонтик. Не, мы там его сейчас отставим немножко. Так. Я натягиваю шторы, да? Да. Опа. И тут будет мама сниматься с Олей, да? Вообще-то, я тогда заказывала вот эти шторы. Тамара, они не заказывали. Я хотела, чтобы, когда закрываешься, днем было сразу такая... Оля, с мамой давайте садимся, давайте. Ну, может быть, не все получилось. Проходите туда. Потому что здесь вот такая темная ткань. Все, ребята, вы знаете, зона перед фотографом запрещена. Прям студия у нас получилась. Так, фотограф нас отгоняет чуть подальше. Конечно. Какие фотографы у нас сегодня? Так. Голодный. Нет, нет. Он сосредоточен. Когда я у вас, я никогда голоден не буду. Трудно здесь оставься голоден. Так, хорошо. Сразу говорите, где Оля? Так, не смогу уже подвинуть тон. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не с той стороны, или Саша? Сейчас он Саша скажет. А, нет. Как сядет? Командуйте, Саша. Вам просто надо максимально в миссии сей. Смотрите, вот сюда подвергаемся. Вот так. Дима, тебе не обидно, что ты не на дожке? Ничего страшного. Ответ настоящего мысля. Девчата, вы там посмотрите, что у нас там, прически. А то я даже в зеркало не высотрела. На самом деле, так все пахнет. Я очень хочу брызую картошку. Когда выйдет журнал? Журнал выйдет в августе. Нет, выйдет в июле. Но это августский журнал. Запутались. Журнал выйдет в июле про августовские рецепты. Восьмой номер. Верно? Да. Восьмой номер. Восьмой номер. Ну, вы его узнаете по Оле и маме на обложке. Да. А куда нам смотреть? На нас. Пока мы сшите нашим зрителям. Всем привет! Саша, посмотрите, как оно там все в кадре. Вот так вот будет на обложке журнал. Мама на лечи. Посмотрите, вот мама делает лечи, да, мама? Да. Из болгарского перца. Из трех сортов. Но самое удивительное, когда используется болгарский перец только красный, один вкус. Если мешаются зеленый, желтый, это тоже разные вкусы. Поэтому пробуйте и экспериментируйте. Этот рецепт выйдет у мамы в этом году на канале. Да, а теперь мы чуть-чуть отойдем дальше, чтобы Саша мог делать вам фотосессию. Пойдем. Ну, ровно все. Все ровно. Сейчас и комната. Мне кажется, что они там несколько сетей. Сидите, Дима сейчас. Весь, Дима, как зрители советуют. Шторы поправьте. Что еще? Собаку убери. Где собака должна быть? Конечно, под столом. Ой, велюсь я тут с нами. Что подкажется? Да. Это тестовый кадр. Поэтому сейчас мы будем смотреть мне куда-нибудь. Это маленький вопрос. А про нас в объектив. Да. Мамочка что-то смотрит. Улыбаться так же, как вы сейчас улыбаетесь. И смотрит салаты. Все. Саша, что мы стали попробовать? Оле немного волосы торчат слева. С тем не угодите. Это за ду... Это прическа. Конечно, торчат. Это волосы. Это из-за штор. Из-за дырки штора. Из-за дырки штора. Танюша, все там нормально? Ну, так хорошо. Вот тут самоучу. Да, вот здесь. Все. Ничего не торчит? Нет, все хорошо. Да, ты очень хорошенькая. Так, смотрим. Мама, прямо в объективе. И улыбаетесь. Вы очень хорошо смотрите смисти. Саша, что за скептический смешок? Тарелки подвиньте. Билли тоже занял исходную позицию. Банку переставьте. Но попробуйте Оле волосы. Один в тени. А теперь норм. Так, вообще, хорошо. Улыбаемся. Улыбаемся. Расслабимся. Да, расслабишься. Руки со стола. Убираем. Ой. Прекрасно. Олечка, развернулась просто там из меня. Вот так. Да. Все. Смотрим сюда. Я же не буду вам объяснять, что отсюда вылетит птичка. Никакая птичка, никакая птичка отсюда не вылетит. Нас уже западывали. Оттуда будет редактор, который скажет, не рубай, ты куда смотрел, почему Люди не смотрели в этом. Это не меня имели в виду. Не вышел отсюда. Это на меня? Все, смотрели на меня и убавились. Хорошо. Не стулимся, пишут. Кто стулим? Боже, сколько у нас этих профессионалов. Зато представьте, как людям приятно участвовать в процессе. Все хорошо. А мы о пузо не десем. Все, все, ребят, не разговариваем, а улыбаемся. Ну что? Отлично. Работаем. Отлично? Саша, а вы как Иван Ургант, он все время говорит, работаем. Конечно, работаем. Улыбайся, мамочка. Я уже в сутки полулюла. Вы думаете, что вы там сидите? Ой, вы только начали. Вы будете даже похрещен я. Я бы не смог улыбаться постоянно. Поэтому я здесь, а вы там. Давай делать свое дело. Мы улыбаемся. Пишут, нет пузика, не видно, Олежка. Не видно. Так, не откликаемся. Улыбаемся. Видели, я обложки люблю готовить. Там детки два, полтора года улыбаются. Иногда не улыбаются. Улыбаются, улыбаются. Улыбаются. Улыбаются, здесь такие концерты перед ними делаем. Они там все улыбаться будут. Скажите, а с кем легче работать? С детьми или со взрослыми? С детьми. Почему? С детками, да? Они более расслабленные? Они более ответственные. Ответственные? Вот здесь мама через раз сможет победить. А детки, как им сказали, так они сразу делают. Саша, а помните у нас была страшная ситуация? Нет, конечно, конечно. Детьми тяжело. Когда ребенок плакал и успокоили мы его, знаете, чем? Самой-самой главной нашей начальнице подарили конфеты ручной работы. И мы отдали эти конфеты ручной работы в единственном экземпляре этому ребенку, чтобы он не плакал. Самая страшная ситуация. Знаешь, что у нас в таких ситуациях страшных было? Улыбаемся, улыбаемся. Когда мы должны были деньги заходить отдавать. Так что улыбаемся. А когда пляшем, танцуем и все остальное, это хотя бы не затратно. Мы не выжидаем. Мы все равно улыбаемся. Вы ждете, когда я щуплю. А я жду, когда вы улыбнетесь по-настоящему. И теперь мы друг друга ждем. Так не надо. Давайте, вы естественно улыбайтесь, я тогда нажимаю. Я не вижу улыбки, естественно, я не нажимаю. Все. Саша, вышел до жизни. Это моя работа. У меня есть пока важная информация от главного редактора журнала «Люблю готовить». Она написала, Оксана наша, что 23 июня выйдет обложка. 23 июня. Номер 8. Июня. Как вам не стыдно? Нет, так мы верно все говорили. В июне августовский номер. Мы говорили в июне. Все в день будем делать? Да. То есть журнал в июне еще в июне? Журнал выйдет 23 июня. Встречайте в продаже журнал «Люблю готовить» с Ольгой Матвеей и ее мамой. Что это значит? Так как у нас 13 номеров в год, поэтому чуть-чуть смещается на 23 июня. 15 минут заходят. Все, вы там сделаете? Просто там уже готов. Мы готовы. Сейчас мы слышим. Мы любим любим. Всем привет. Поставьте нам лайки, пожалуйста. Мы вас впустили в закулисье наши съемки, обложки. Поставьте лайки, чтобы мы знали, что вы с нами. Сейчас последнее фото, и мы все пробуем. Ура! Да, будем все пробовать и дегустировать. Тут так пахнет картошкой, если честно. Вообще, прям пахнет она. Да, я очень люблю вот эту закуску с брынцей. Все ждут закуску, я надеюсь. Все ждут. Приготовьте закуску. Да, особенно операторы так хотят попробовать салат. Инночка, сними вот здесь. Девчонки, 10 минут перерывчик. Почему? Ну, сколько тогда отдохнем. По техническим причинам. Посмотрите, вот это лечо, которое мама делает. Здесь сейчас все виды перца. Видите, здесь и оранжевый, и красный, и зеленый. И если вы будете использовать только один вид перца, самый вкусный какой? Красный. Он самый красивый, сладкий. Самый вкусовой такой, у них колорит такой, качественный. Пара-тунда, знаете, красный есть, он тоже очень вкусный. Ну, вот это классический наш обычный перец, который вот у нас растет, ну, с которого делают заготовки, вот, да, в котором мы делаем. И вот когда мама делает вот такой ассортин, вкус один. А когда, да, мама, только красный, вкус другой. Совершенно другой. Ну, больше всего нам нравится с красным перцем. Да. Тогда вот он какой-то сладкий, мясистый, но вообще красный перец вкуснее всего. Так, мне тут прорываются комментарии главного редактора. Оксана, так как мы в прямом эфире работаем. Оксана, привет. Она тоже участвует в съемке, обложке. Пишет, что, смотрите, чтобы не было пустого места. Ну, почему? Она видит пустое место на столе. Желательно нам как-то все сместить, чтобы было меньше пустого места. И тогда она будет довольна съемкой. Кстати, сейчас есть хорошая возможность Оле задавать вопросы. Люди часто спрашивают. Задавайте вопросы. Да, давайте подумаем с местом. Желательно, откуда пустое место? Где на его уровне? Я не знаю. Ну, Оксана, тарелки ближе к людям. Давайте, я прямо буду зачитывать, так как у нас все в прямом эфире. Девчонки, вы сейчас искажаете стоп, поэтому ничего конкретного. Тарелки ближе к людям. Она пишет, да, да, да. Ну, пожалуйста, давайте прислушаемся. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Когда вы ожидаете малыша? Ой, летом. Давайте кулинарные вопросы. Летом. А чем не кулинарные вопросы тебе? Оля, на каком ты месяце? Какое твое фирменное блюдо? Фирменное? Блины. Ну, я думаю, что блины. Я начинала с блинов. Да, блины. Мы делали, у нас недавно был стрим. Оксана, подскажите, вот так вот тарелочки подвинули, теперь лучше? Это ваш первый ребенок спрашивает? Да. Ну, вон еще. Вы будете снимать, когда родители? Буду снимать, конечно. У нас еще есть ребенок. Вот такой, он спит. Уже лучше. Первая практика. Да. Буду снимать, конечно. Это же, ну, как бы, во-первых, это наша работа. Жизнь? Да. Это жизнь наша, да. Ну, как бы. Поэтому, да. Как же вам, как читатели оставить, правда? Ну, да. Невозможно. Вот, я надеюсь, мамочка будет приезжать чаще ко мне. Мамочка, а ну, пообещайте тут всем прямо в мире. Я прямо в мире. Мама, а кто приезжает? С Мариуполя. С Мариуполя. Я думаю, не мама будет приезжать, а уже бабушка. Да, а, ну, да. Я как-то вообще, я не знаю. Так, извините, пожалуйста. Те два блюда возле картошки, мне кажется, не очень стоят. Пусть Саша смотрит, он в курсе. Это спецвыпуск, он больше горизонтальный. Вот с какой стороны? Просто сообщение уже пропало, я быстро читаю, так как есть связь у нас в процессе. С какой стороны? Тут по два блюда с каждой стороны. Нет, не читай больше. Они не верны изначально. Она не так видит стол. У нас все прекрасно. Да, у нас все прекрасно. Хорошо стоит. Слева и справа от картошки. Классное блюдо из баклажанов. Но оно совсем не похоже на то, что ты говоришь. Оксана, вот так вот подойдет. Все, мы уже максимум сделали. Со мной поделился гинеком. Это закатка или это просто блюдо? Ну, это, ну, как это, это заготовка, да? Нет. Поделился гинеколог, который из Ливана. Передаю привет своему доктору в своем эфире. Блюдо следующее. На мангале мы нарезаем баклажаны кружочками и запекаем обязательно на мангале. То есть, чтобы остался вот этот дымочек. Потом мы это замораживаем. Просто как заготовку. Зимой достаем всю эту штуку. Тарелку с салатом и сыром белым к баночкам. Это не ваше. Вот. И все это в блендере со специями и с маслом. А красная в тарелке на место этого салата. Ее можно намазывать на хлеб. Людочка, стойте возле меня и читайте комментарии. Чтобы я не сбивала беседы. Просто баклажаны порезать и на гриле приготовить на природе. И потом заморозить. Ну и что? А потом взбить в блендере. Ну, по факту уже сбываем, когда при продаче. Да, очень вкусно. А ты делала? Меня угощал мой динеколог. Он очень приятный бруд. Да. А потом просто с маслом, со специями. Да, ты можешь это снять тоже на канале. Ой, классный рецепт. Вот, может быть, вот этот тоже я сниму. Ну, я думаю, что это очень вкусно. Можно меня взять с тобой на природу? На природе. Я не буду готовить в библи. Как вообще тогда? Все в порядке? У нас тут происходят рабочие моменты. Ротации. Да, осуждение обложки. Да, ротации картошки. Ротация картошки между салатами. Кто главнее, картошка или салат? Фотограф. Кто главнее, Оксана или фотограф? Потом все поставлю. Оля, сколько вы уже женаты? 10 лет. 10 лет. А встречались до свадьбы? Нисколько. А я думаю, что вы просто к Оле может ответить. Познакомились и поженились. Да, мы познакомились и поженились. Вот так, это 10 лет. Оля, это здорово. Ну, в общем, как-то так было, да? Оля, у вас будут прямые трансляции на природе. Извините, на природе Wi-Fi нет. Да, Wi-Fi нет на природе. Как же мы сделаем? Хотя это очень классная идея. Если бы у меня был частный дом, мы бы делали. Мы уже кого-то напросили. Да, но у меня пока нет частного дома. Но я очень мечтаю, что у нас будет частный дом. Такой большой бакьярд с бассейном, зеленой травой. И мы будем снимать прямые трансляции с нашего заднего... Пишут, познакомились на своей свадьбе. И нас спрашивают, у вас годовщина? Нет. Мы снимаем обложку журнала «Люблю готовить». Августовский номер, там, где вот всякие заготовочки зимние, купорочки. Который выйдет 23 июня. Пишите номер, который выйдет в июне. Июня. Июня? Да. Вот. Номер выйдет 23 июня. Поэтому вы там можете найти все эти рецепты. А еще больше всяких заготовок будет у меня на канале и на канале у мамы. Ну, знаете что? Обычно, ну, не очень хочется много всегда купорить. И сейчас у нее у всех есть время купорить. Но есть вещи, которые нужно заготовить. Ну, какое-то. Вот такие, как лечи. Это всегда вот беспроигрышный вариант. На новогодний стол, на все праздники. Это даже можно больше не приготовить. Можно и есть. Да, это очень вкусно. Сварил рис, предположим, и слечи все это дело. Это вкусно, это просто, это дешево. Ну, типа джики, да. И, конечно же, синенькие. Ну, мы вообще просто, мы с мамой фанаты синенькие. Мы любим баклажаны. От кемали. Ну, вот, хорошо. Ну, что, мы там еще ждем, да? Тебе звонили. Остывает, да? Аппаратура. Кто? В общем, вот так. Ну, и плюс у нас здесь сегодня еще несколько вариантов закусок и салатов. Мама сегодня готовила салат с маленькими черри и с моцареллой и с двумя видами салата. С Маш-салатом и просто с листьями салата. И мы делали заправку. И сегодня здесь у меня картофель. Он вышел у меня на канале, такой красивый, вкусный, запеченный. И закуска с брынзой. Все, кто не любят брынзу, потому что вы не ели мой рецепт брынзы. Самый, как бы, так сказать, смак этой закуски в заправке. Во вкусных заправленных помидорах, немножко, так можно сказать, чуть-чуть они как подмаринованные, да? Вот. И вчера у моей мамы на канале вышел рецепт картошки по-селянски, да? Чтобы типа такого, я не знаю, что запеченная в духовке. Но она выглядит, как картошка по-селянски, готовится просто и очень вкусно. Знаете, самая вкусная еда какая? Самая обычная, простая. Которая мы привыкли сделать. Так? Вот так. Это кто-то мазывает? Что с водителем можно приготовить. А вы любите запеканки картофельные? Мне очень нравится створогом. Ну вот я как-то за картофельные запеканки я не делаю. Ну, как-то вот не знаю. Картофельные запеканки, да? Да, с творогом очень вкусно. Ну вот как-то запеканки творожные. Как-то вот, не знаю, никогда не делаю. Картофельные, картофельные. Картофельные, да. Ну, с творогом, Дима. Очень вкусно. Ну вот как-то мы когда-нибудь пробовали. Ну, как вы, ну, довариваете картофель, да? Он полусырой. Да, полусырой. Я потом нарезаю его крючками, выкладываю в форму смазанную маслом. И сверху заправка из домашней сметаны и домашнего творога. Совсем немного. Соль и перец. И все, и оно вот так вот печется. Да. Но потом в конце я добавляю еще пирожный сыр. Ну, это пожелание, которое любят девочки. Это нечто. Очень вкусно, да? Поверьте вегетарианту. Это очень вкусно. Мне даже говорили, если пюре остается, можно точно так же его на противенье сверху. Громче, как вы говорите. Говорите громче. Господа. Говорите громче, чтобы вы дошептитесь. Это мы скрываем просто секретные рецепты для будущего. Хорошо. То есть мы будем скоро готовить картофельную запеканку с творогом. Рецепт от Татьяны, да? Да. Можно я приду, сяду на диван и буду контролировать? Буду контролировать. И обязательно сделаем баклажаны, которые сделаны на гриле, а потом замороженные в холодильнике на зиму, а зимой закуску. Как называется канал у мамы? Мамочка, как вас дать? Ваши советы. Ссылочка будет под видео. Расскажи, что на твоем канале? На моем канале есть видео о том, как хозяйка ухаживает за своим домом, за одеждой, за обувью и, конечно же, рецепты. Тамара, а кто вам помогает снимать? Кто стоит по ту сторону камеры? Младший сын. Нет, у меня есть два брата. Я хотела уже показать, как я знаю. Итак, мы готовы продолжать снимать обложку. Отходим, не мешаем фотографу. Наконец-то наша аппаратура настроилась, да? То есть мы можем, так сказать, фоткать на обложку журнала. И потом мы будем дегустировать, да, нашу вкуснятину все. Ой, как уже хочется дегустировать, да, Димочка? Торт сметанник делать будете? У нас есть торт сметанник. А ссылочка на маман канал будет под видео. Как только видео это выпустится, я сразу ссылочку там сделаю. Так что сможете, так сказать, перейти и посмотреть вкусную картошку от мамы. Да, очень вкусно. Так, теперь руки наставим. А, наставим. Да. Оля, можно здесь банан? Как будто вы беседуете. Как будто вы беседуете. Мама, может быть. Мама, может быть. Мамочка, Олечка, духовку выключи, да? А, выключи. Она что, включена? Выключи. Все? Да. Все то же самое. Смотрим, на меня улыбаемся. Непринужденно, красиво. Хорошо. А лица не поближе. Нормально. Опять командует, да? Да. Оттуда люднее. Конечно. Конечно. О, как тут все пахнет. Оля, соберись, соберись. Мы есть к ним. Оля, вы есть в Инстаграм, да? Ссылочка под видео. Я здесь. На Инстаграм. Дима, а что вы выкладываете в Инстаграм? Фотки всех наших блюд. С рецептами или без рецептами? Нет. Просто... А, это интрига такая, ну? Да. Идите на канал. Да. Ну, что я ждем? А можно заглянуть к вам? Тебе что можно дегустировать, да? Смотрите. Да, можем есть. Аккуратненько, но мне все довольны. Вот как работает профессионал быстро, да? В три кадра. Да. А как это будет на обложке все шикарно выглядеть? Ну, да. И совсем по-торгому. Немножко работе в фотошопе. Я практически не буду фотошопа. Я несу на стол. Баклажа. Вот как работает профессионал. Фотошоп не нужен потом, да? Так. Блюда сейчас несут на стол. И тут мы их будем дегустировать. И сейчас вы узнаете, как же что по вкусу. Да, я сейчас их звоню, да? Вы нужны, Александр, дегустировать. Не звоните пока. Он может не приехать, а больше никто не приезжает. А, я понял, понял. Нужно, чтобы дегустация была прошла. А вот то последнее можно ту закуску. Просто помидорчики, то и помидорчики. Так. Ну что, мы достаем и будем пробовать? Как салфетки? Все намного. Вот это не надо. Ну да, там просто помидоры. Так, хорошо. Достаем вилочки. Не надо здесь. Так. Берите тарелочки. Так, это самый лучший момент. Да, чтобы вы попробовали брынзу. Давайте начнем с брынзы. Все девушки. Вы же оператором оставляете, правильно? Конечно. Так. Да, второй оператор тоже поддерживает вас. Я не дую. Как раз это не будет спокойно упаковаться. Так. Вот тарелочки. Хочешь, ты поздьми. Я беру. Хорошо? Все, давай, спасибо большое. Так, сейчас. С помидорчиком? Да, вот обязательно. Он заберет обороты. Вот это хватит. Мне вот сюда. Ты будешь есть? Ну вот один кусочек, да. Один. Ну, давай два. Оля просто никогда не ест. Она все покойная. Говорят, что жирное блюдо получилась. Нет, оно не жирное. Она не может быть. Жирное в другом плане. Это львковое масло. Просто если вы сделаете масло меньше. Ешьте пашу. Привет, собака. Да, она должна пропитаться. Да, она должна пропитаться. Кобачка, давайте. Маме. Дима, мы лишние с тобой на этом празднике жизни. Ну, покажи, покажи блюдо какие вкусные. Так, ну что, дегустируем. Да, кто белый дегустирует? Это заправочка. Оля, это просто. Так, мама, пробуй брынзу, да? Ты брынзу пробуешь? Сейчас мама попробует. Я их нахожу. Так, Саша. Очень вкусно. Хочу ваше мнение сейчас узнать. А ну-ка. Даже если бы брынза еще немножко полежала в этом соусе. Было бы лучше. Оно было бы еще быстрее. Я не очень люблю насыщенные, травяные. А вот сейчас просто один кадр. То, что любишь. Не успела скинуть на сольцо. Да, заправка очень. Да. Очень вкусно. Это ваше мнение брынзы. В кадр, пожалуйста. Брынза очень вкусная. Я бы еще... Мамочка, в кадр. Вот брынзу, чтобы она дольше полежала во всем вот в этом соусе. Ее, может быть, для этого блюда заранее замариновать, допустим, в этом соусе. И мне кажется, брынзу надо в какую-то повыше емкость. И чтобы она была вся полежана была. Хотите, улыбну вас. Нам написал наш зритель. Стол это всегда праздник. Нужно добавить изысканное вино и свечи. Сто процентов. Вот, мы прислушаемся, да? Танюша, ну скажи мне, как тебе брынза? Я, конечно, искушенный пользователь брынзы, но это очень вкусно. Да, я согласна, что должно постоять пару часов. В общем, если вы не любите брынзу, если вы считаете, что это невкусный сыр, вот приготовьте по моему рецепту. Точно так же можно делать с фетой, но с брынзой мне вкуснее. Ну, вот как по мне и дешевле. Так, ну что, пробуем другой салат, да? Так, теперь я всем предлагаю немножечко просто попробовать мамы на лече. Чтобы, так сказать, все понимали, какой рецепт выйдет у мамы на канале. Да. Так. Кому? Мне. Или людям. Так. Вот так. Буквально? А, выкладываешь. Ну, давайте, чтобы было красивее. Перец, концептированный, я обожаю. Уп! Все, спасибо. Так, давай, Танюша, теперь тебе. Значит, разный перец разного вкуса, да, мама? Да. Вкуснее всего, но нам нравится. Красный. Конечно. Да. Так, мам, ты будешь перчик? Нет, я знаю. Я тоже сладенький такой. А ну, описывайте, ребята, что мы что-то знаем этот рецепт. Сладенький, нежный такой, мясистый, ну, великолепный. Мне кажется, что, в чем мы в апреле, что его можно использовать в дополнение, допустим, к разным блюдам. Да. Можно, например, в борщ даже. Да. Да. Рабула какая-то. То есть, достаточно это взял, да, картошечку, ну, картошечку почистил, добавил рагу, добавил этот салатик, а вы прекрасно получили. Рис сварили, просто поставили на стол вот это речи. Ждите, у мамы на канале этот рецепт. Ну, так как перец бывает к концу лета, выйдет этот рецепт на канале, к концу лета. У мамы на канале. А в журнале «Люблю готовить» выйдет раньше, 23 июня. Поэтому, кому не терпится, ждите журнал. Танюша, как перчик. Очень вкусный, очень вкусный. Комаром, прочим и очень вкусный. Понравилось? Синенькие попробуйте. Вот салат из синеньких. И, кстати, никто картошку так и не пробовал. Сейчас дойдем до картофеля. Салат из синеньких. Так, здесь тоже очень много перца и синенькие. Ой, боже мой. Ой. Это я хозяин. Бигли хочет... Виночка. Так, кто попробует синенькие? Синенькие. Значит, здесь тоже очень много... Ну, тут... В общем, пробуйте и описывайте. Вот мне интересно, что мы уже знаем. Готовим каждый год. Что скажешь? Я попробовала. Ты ее не попробовала? Давай, Танюша, тогда ты. По старшеству. Это все? Ой, это вкусно. Очень вкусно. Они такие нежные, они вот во рту просто тают. Так. Вот кладешь на языке, все, они расползаются. И я вам скажу, что даже есть, знаете, вот как есть синенькие, перезревшие, там, где много семечек. И обычно из них, ну, стараются... Да, стараются уже готовить еще из молодых семеньких, да? Ну, вот в этом рецепте можно использовать любые, даже перезревшие, с семенами, потому что здесь даже, вот видите, у меня с семенами. И это очень вкусно. Ну, очень вкусно. Я еще хочу сказать, что вот обычно при приготовлении баклажанов чувствуется шкурка. Она либо, ну, вот она... Горьковатая? Либо нет, либо горьковатая, либо вот она именно чувствуется, что... Сортная. Да. А здесь ее вообще как будто нет. Она точно даже... Ну, это еще может быть от баклажанов зависит. А, от сорта баклажанов? Да, от баклажанов зависит. Вообще. Ну, обычно, ну, как бы стараешься выбирать. Для заготовок вообще стараешься выбирать самые лучшие продукты, чтобы оно стояло. Маватура створяется вместе с самим кусочком баклажана. Прекрасно, вообще-очень вкусно. Да, очень вкусно. Танюша. Ты знаешь, вот часто бывает так, что если человек что-то любит, он готовит это лучше всего. Знаешь, для себя. Да. Это очень, это правда. Да, очень вкусно. Очень вкусно. Ну, в общем, я вам всем... Это будет. Будет такая. Это будет, да. Это будет. На мамы на канале. Это синенькие баклажаны у меня на канале, а лечи у мамы на канале. Лечи у меня. Да. Но все рецепты будут в журнале «Люблю готовить» в июне, 23 июня. Ссылка на мамы на канал и на мой канал под видео. Подписывайтесь. Так, хорошо. Картофель остался. Давайте. Ребята. А мы касались. Мы вначале пробовали, да? Мы пробовали этот салат самом начале. Могурчики. Просто безумною. Мамочка, картошка. Тоже готова картошка, я думаю, всем понравилось. Ну, тут, видите, тут есть розмарин, морковь. Девань будет есть картошку? Будет только чуть-чуть. Поним, что-то немного. Ну, ничего страшного. Морковку, да? Морковку будешь? Спасибо. Так. Так, а ну-ка, ребята. Так, кто пробует первый? Амара. А ну, мамочка, картошки с розмарином. Хвалите дочку. Ну вот, у тебя вышел рецепт вчера по-селянски, сравни эти два рецепта. Кормите Диму. Мне моя нравится больше. А-а-а! Бывает. Ну, видите, как бывает. Ну все, мамочка, доставим ее картошку готовить. Ну хорошо, ну хоть опиши мою картошку. Эта картошка, она нежная. Розмарин вообще дает свой такой оттенок интересный очень. И чесночок и укроп тоже очень приятная. Нежная-нежная картошечка. Моя немножечко другая, но это очень вкусная, тоже вкусная картошка. Мне кажется, чесночный соус, да? Да, тут еще такой момент, все зависит от картошки. Я бы больше полила вот этой вот заправочкой на картошечку. Да, мне так нравится больше. Ну и тоже можно все исправить. Взял и полил. Сейчас мы полим. А ну так, давайте дальше. Полили сейчас готово. Я готовлю картофель по селянске. Очень люблю. Это очень, она другая. Она другая. Она другая, но она тоже очень вкусная. Вот если кто-то готовит картофель по селянске, любит, я рекомендую это блюдо точно так же. Приготовить, да? Она аналогично вкусная. Единственное, что она другая. Картофель по селянскому получается с такой корочкой. Хрустящая. Хрустящая, да. А здесь картошечка нежная, мягенькая. Вот как раз к брынзе. И смотрите, брынзе нет. С брынзе, и вот к этому салатку тоже идеально подойдет. Мне еще понравилась вот морковочка. Морковь мне понравилась. Морковь пропиталась чесночным вот этим соусом. Очень вкусно. Я бы даже морковь положила побольше. Да, тут дело вкуса. Это очень вкусно. Я вообще рекомендую делать много картофеля сразу. А кабачки? Мы можем положить. Что угодно. Синенькие кабачки, любые овощи туда можно закладывать. Это уже как картофель. Я бы на морковь нарезала большими кусочками. Борщими, да. И так бы вместе с картофелькой. Но видите, сколько уже идей. Поэтому попробуйте. В общем, вот такое у нас сегодня было меню заготовки и салаты. Оля, какое у тебя образование? У меня? Вообще я психолог. Педагогическая. Педагог. Педагогическая. Педагогическая хорошо воспитываешь. Да. Ну я вот так вот любительски готовлю. Да, мамочка? Не любит. Да. А мамочка у меня по профессии швея. Мама шьет одежду. Да. И все детство шила мне разные платьюшка и пальто. Да, в общем, я все время ходила в одежде, которая шила мама. И мы как-то редко покупали. Обычно мама шила. И я все время говорю, мама, пошли что-нибудь купим. А мама говорит, ты не понимаешь, это же эксклюзив. Кто-то в жизни ждет, чтобы тебя шил кто-нибудь что-нибудь. Да, да. И я пошил. Да, а я именно, ну потому что мама все время шила, и мы, ну как бы редко покупали. И мне именно хотелось пойти и купить. Ну в общем, а теперь, теперь я хочу, чтобы мне пошили. Все, а поезд ушел. Ситуация, так сказать, поменялась. Ну вот, ты была счастливым ребенком. У тебя были вещи, у которых не было ни у кого. Ни у кого, да. Было такое. Кобара, а правда, что сложнее всего шить пальто, жакеты, вот то, что требует посадки? Или нет? Нет, если ты умеешь шить, все нужно посаживать на фигуру. И юбочку, и платьице, и жакете, и клюша. Все, плавно перешиваю на волну, пуль доставлю. В общем, вот такой у нас сегодня был прямой эфир. В гостях у меня была моя мамочка. А на нас посмотрите еще. Сейчас подписывайтесь на ее канал, ссылка под видео. Домашние советы. Домашние советы. Сегодня у нас в гостях журнал «Люблю готовить». Который ходит уже как степетом. Да, мы уже в комнате. Мы каждый месяц встречаемся. Каждый месяц мы тут что-то пробуем, едим. Снимаем мы сегодня выпуск, августовский выпуск, который выйдет 23 июня. Заготовки, закатки на зиму. В общем, все рецепты будут в журнале. Поэтому, если вас что-то заинтересовало, ждите. Кто живет вне в Украине, посмотрите онлайн этот журнал. Ну, вы найдете. И на нашем канале тоже закатовки, вы можете там посмотреть. Ну, в общем, вот такой был прямой эфир. Да, все. Спасибо всем, что вы сегодня были с нами. Всем спасибо. Да, всем я вам всем машу рукой. Всех вас люблю. В общем, ждите новых рецептов. Я уже очень хочу есть, поэтому я буду закрепляться. Потому что я обычно много говорю, а ем потом. Все. Ну, что, все, пока. Всем до свидания. Пока-пока. Пока.